Последнее наше бонусное видео, крайнее наше бонусное видео, мне для этого понадобилась другая моя презентация, которую я готовил для быстрых советов этой серии. Возможно, я это выпущу еще. В общем, рисовать с натуры, с фото или с 3D. Или с 3D или с чего. Почему это видео тут есть? Потому что, когда вы будете изучать базу, которую мы с вами обсудили выше в презентации, построение, светотень, цвет, анатомию, окружение и все прочее, у вас будут источники, курсы, вам будут говорить, что делать. Но в целом у вас очень часто будет вставать вопрос, с чего рисовать. С натуры, с фото, с 3D, с чужих работ. Что я там еще сделал? Из головы или кинокадры. Да, из головы или кинокадры. Плюс будут другие люди. Плюс будут всякие подкасты. То есть вас будет часто сбивать с толку. Как бы что? Потому что одни люди будут советовать с натурой рисовать, другие там люди будут советовать с фото, как говорить, что натура не так важна. Да, теперь я как бы в вашу общую копилку добавлю свое мнение, чтобы вам жизнь малины не казалась. Поэтому, первое, это натура. Оригинальная постановка в жизни, да, то есть поставили, там, не знаю, апельсин, кувшин, еще что-нибудь и чашку, и начали это рисовать. В чем плюсы? Плюсы это то, что действительно, то есть там физические, физических, оптических, ошибок, ну, сори за ошибки, просто очень много пишу всего этого. Оптических и иных законов, то есть у вас там и свет красиво отражается, и всякие там сколы интересные на чашке, и что только там нету. Особенно, если мы еще выйдем на улицу и начнем какой-нибудь дом рисовать, там вообще столько всяких вариаций интересных. По-любому, ничего про этого не скажешь, то есть там водопад, как у него там все переливается красиво, там, вот, да. Плюс, ну, вариабельность, то же самое, да, что очень много всяких вещей интересных. Контекст. То, что вы, важный, кстати, момент, когда вы ставите постановку живую, в отличие от фото, то вы видите лампу, да, которая на него светит. Вы видите там, откуда там, что от стены что-то отражается. А фотка, вот я часто с этим сталкиваюсь, берешь фотку, там постановка, ну, даже вот, чем мы далеко ходим, вот мы смотрим на фотки. И вот непонятно, что это за отблеск. Потому что, да, мы можем сказать, что это вроде окно, но на самом деле это может быть не окно, а там может быть софит стоять большой. А здесь еще что-нибудь отражаться может. То есть это очень сложно на фотках предсказать. В натуре вы это видите вживую, и более того, вы можете взять лампу, подвигать ее, посмотреть, как изменяется светотень. То есть это очень-очень крутые особенности. Минус – это то, что, во-первых, это сложно найти. Мы с вами говорили в предыдущих видео, то, что какой-нибудь, например, хромированный мячик под цветным освещением, ну, это надо упороться, чтобы это все сделать. Очень много всего надо заморочиться. Конечно, ну, кому-то это нравится, мне, например, не нравится. То есть я проще, скорее, в 3D с моделью это все, и буду счастлив. Некоторые проще вот найду фотку. Изменчивость, да, то есть если мы рисуем на улице, какой-нибудь пленэр идем, рисуем, там постоянно погода меняется, что-нибудь меняется, кто-нибудь куда-нибудь приходит, там уходит, кто-нибудь уезжает куда-нибудь. То есть, ну, постоянно что-то изменяется. То есть очень долго, очень сложно найти, чтобы 2 часа что-то в одном состоянии находилось. Даже дома положил банан, он там через 2 часа черным стал. Ну, что с дела. Ну, и невозможность. То есть то, что мы тут сказали, эти все отражающие мячики. Частный случай моделирования. Ну, да, как бы, что я имел в виду, что, типа, можно там, даже не знаю, как это объяснить. Ну, да, там сделать из бумаги какие-нибудь цилиндры поставить. То же самое, по сути, не будем, как я неправильно написал. Ну, и стиллайф фотографии, просто помните, что такое понятие есть. Я просто, как бы, об этом раньше не задумывался. Делал постановки, вот, всякие апельсины и все прочее. Но у меня не так много, например, предметов интересных дома в жизни. Поэтому мне интересным открытием для меня было именно искать стиллайф фотографии или продукт фотографии. Продуктовая фотография, да, там очень много интересно, вот так вот, сфотанных, с хорошим светом натюрмортов, и с них интересно рисовать постановку. То есть просто знайте, что это существует. Второе – это фото. То есть это статичное изображение натуры. Что-то происходило, это все сфотали. Ну, или там, вот, постановку сфотали. Ничего особо не происходит, но все равно сфотали. Большой плюс – это то, что это запечатление динамических моментов. То есть какой-нибудь дым или какую-нибудь вот аврору, да, или водопад на закате. Ну, вы с натуры не порисуете особо. Это все происходит буквально, там, максимум, там, 15 минут и все. Поэтому единственный способ – это сфото порисовать. Особенно, если вы человек в движении, например, прорисуете тоже, как вы динамики порисуете. Плюс легкая доступность. Сейчас интернет, сейчас все забито хорошими фотографиями. Минус – нет контекста, то, что мы говорили, да, то есть мы не можем понять, что светит, что, как бы, отражается, где. То есть мы не можем посмотреть вокруг этой фотографии. И минус – это ограниченность техническими особенностями. То есть очень все зависит именно от фотоаппарата, на который это все снято было. Особенно, ну, если мы конструкцию, ну, то есть если мы строим, да, если мы нашли фотографию какого-нибудь жука, и мы строим с него, то конструкцию ясно, конечно, любой фотоаппарат, в принципе, может там снять. То есть мы видим, откуда у него нога крепится, если это не совсем там жесткое разрешение какое-нибудь. Но освещение уже, как бы, иногда пиксели какие-нибудь видно неправильно, там, рефлекс какой-нибудь уже вообще не видно. Цвет часто еще больше. Камера цвет намного хуже передает, чем человеческий глаз. Поэтому имейте в виду, что если вы цвет учите, это очень хорошо либо натуру брать, либо вот вариант – это обработанные фото. То есть, ближе к чужим рисункам. Ну, кто-то вам скажет, что это плохо, да, обработанные фото – это ужас, короче. Но в целом, смотря какие обработанные фото. Если вы зайдете в Google и обработанные фото каких-нибудь школьного фотоальбома посмотрите, конечно, там какой-нибудь там школьник же их обрабатывал. Но если вы зайдете на Flickr, ну, Flickr, да, знаете, сайт, flickr.com, там, ну, фотки, их фотографы профессионально фотографируют, и потом их дотягивают. И это, как бы, очень круто с них учиться. И кроме того, что там они дотягивают и реальные, как бы, цвета пытаются передать, они еще и, как бы, художественно это интересно делают, и это очень круто вообще с обработанных фоток рисовать. Ну, и хорошо обработанных, окей? Хорошими фотографами. Просто тогда обработки, как правило, это и не видно, окей? То есть, это уже не скажешь, что они обработанные, это просто, ну, хорошая фотография. Behance Flickr. Угу, такие фотки там лежат. Следующий – это 3D. То есть, про 3D я вам в этом гамроде очень много всего наговорил хорошего. Поэтому моделирование реальной жизни при помощи алгоритмов. Плюс легкая доступность, плюс сложные ситуации, можно замоделить абсолютно какие-нибудь там невозможные, там, подвигать можно, да, то есть, точность, то, что это действительно очень точно делается. То, что вариабельность, ну, и вариабельности как раз нету, не это хотел сказать. То, что можно, короче, поизменять натуру, подвигать, там, освещение, там, сам объект как-то поизменять. Минус то, что, ну, это однообразно, да, то есть, там нету такого богатства красок, как вот здесь в водопаде. Но когда ты только самую-самую базу учишь, в принципе, вот это богатство красок, оно может только с толку сбить. То есть, поэтому в самом начале очень хорошо, в принципе, как бы с 3D начать, потом уже продолжить натурой там и фотками. Чужие рисунки. Ну, бесплатные модели, ползманьякс, тоже посмотрите, этот сайт. Мы с вами бесплатные модели уже обсуждали. Чужие рисунки. Это вот то, что часто там говорят, перерисовывайте чужие работы, там, все прочее. На самом деле, очень такой момент сложный, потому что нужно понимать, что чужие рисунки – это интерпретация, да, то есть, это пересказ истории. Это вот глухой телефон. То есть, я услышал какой-то слух, там, слух, или там, слово, да, передал его другому. И другой, и как бы там другой, он уже по-другому его услышит. Особенно, если я пересказываю какую-нибудь историю. Вы же знаете, как слухи. То есть, начинается там одна, один сюжет, а через, там, пять человек, там, сюжет уже абсолютно другой, там, в какой-нибудь деревне, да. Вот. И здесь то же самое. То есть, каждый художник, каждый дизайнер, он по-своему будет передавать натуру. И поэтому мы, вот мы там говорили про дизайн, да, есть, есть техническая база. Вот на дизайне хорошо как раз исследовать чужие, там, дизайны и все прочее, там, какие-нибудь, там, вещи и все такое. А на базе, ну, как бы, есть риск просто ничего не понять, о чем вообще речь идет. Потому что, где я тут это написал, оригинальная, да, правда искажена. Нужно понимать, что именно излагалось. Понимаете, вот эта мысль. То есть, что сначала нужно понять вообще, как этот объект изначально был, что там изначально случилось, а потом уже оценить литературный, там, талант тех, кто передавал этот проект дальше и дальше. Вот так вот, понимаете, лучше не скажешь. Лучше я не смогу еще сказать. Че это? Четвертое, это рисовать из головы. Воссоздание, в памяти, образов, предметов. Авторское изложение, уже ваше авторское изложение. Плюс это закрепление. То, что это очень круто. Но это, опять же, как язык мы учим. Мы сначала там, там, какое-нибудь слово там почитали из учебника, а потом мы его сами повторяем, сами там строим с ним предложение, и оно лучше запоминается, и мы находим косяки, да. То есть, мы находим, где у нас не получается это слово использовать. Это большой плюс. Это необходимый вообще элемент в рисунке. Ну, не только в рисунке, как вы видите, с языком. Ну, это хороший пример. Мозг не запоминает 8% деталей. То есть, имейте в виду, что, как бы, у вас там, натуру прям... Ну, это круто, если вы 100% можете воспроизвести. Но каждый раз вы будете немного терять. Это не проблема такая, драматическая. Плюс из головы часто вы будете все-таки, если... Ну, со временем у вас будут ваши образы обрастать деталями. Но изначально, да, вот как у меня мама бы нарисовала велосипед, да, мы сейчас зайдем на Google, посмотрим велосипеды, и увидите, что там разнообразие, да, такой и такой велосипед, и такой. Но и я, и мама моя, мы бы нарисовали, ну, какой-нибудь... Что-нибудь вот такое, да, какой-то самый общий там вид велосипеда. Поэтому имейте в виду, да, где у него там педали находятся. Поэтому имейте в виду, что то, что вы рисуете из головы, это такой какой-то усредненный образ, самый средний. То есть, если вы постоянно не работаете с натурой. Как бы, к чему я это говорю? К тому, что нужно просто балансировать рисование из головы и рисование с натуры. То есть, натура обогащает вашу визуальную библиотеку, а рисование из головы, оно закрепляет образы визуальной библиотеки и показывает ваши косяки. И отдельным пунктом стоит такой источник, как кино. Почему он стоит отдельным пунктом? Потому что это очень круто. Потому что над каждым кадром в кинофильме, в хорошем кинофильме, работало огромное количество людей. Посмотрите, какой-нибудь титры к какому-нибудь фильму. Заплачено очень много денег. Каждый кадр там стоит больших денег. Поэтому у них очень хорошо учиться. Время – деньги. Мощный авторский номер, правдоподобная физика. Ну, как бы часто правдоподобная, а чаще она не сильно-то правдоподобная. Там делают софиты. Вот. Но это ближе к чужим рисункам, опять же. Наверное, все-таки я бы туда это поставил. Но просто знайте, что кадры – это очень крутая тема, чтобы учиться с них. Но опять же, как и с чужими рисунками, если вы не умеете базу рисовать, то, возможно, вы просто ничего не поймете. То есть, вы будете... Это все равно интерпретация. Вот. Что делать с этим всем? Делайте вот это. Я предлагаю вам вообще вот... То есть, если вы что-то тренируете, ну что? Ну, например, зимнее освещение какое-нибудь, да? Что-нибудь там, не знаю. Освещать цвет какой-нибудь. Ну, что угодно. Просто поймите концепт. И потом как это применять. Просто это частный случай. Я не могу сейчас дать пример. Начать лучше с 3D, как самой-самой упрощенной версии реальности, которую вы к тому же можете подвигать, поконтролировать и так далее. То есть, если вы сможете постановку в натуре сделать, да? То есть, поставить какой-нибудь зеленый мячик, там, осветить его красным светом, и там еще какой-нибудь желтый прямоугольник рядом поставить. Это будет круто. Но чаще всего это невозможно, поэтому 3D. Потом хорошо посмотреть, как это происходит в жизни, в натуре, да? Порисовать с натуры, например. То есть, там, фотки посмотреть, какие-нибудь все прочее. Потом хорошо порисовать из головы немножко. То есть, это я говорю о промежутках временных не то, что это год. Это можно все в день, в принципе, уложить. То есть, нужно порисовать из головы, закрепить то, что вы здесь узнали, увидели, да? Понять, где вы там не поняли что-то. У вас все косяки здесь вылезут. И потом хорошо посмотреть на то, как другие люди, собственно, изображают там снег тот же, да? В каком-то фильме. Как вот люди работают с образом там, с цветами, с освещением там уже в своих работах. Поэтому вот, как бы, я для себя вот такую вот структуру всего этого установил. Как бы привязать ее к пайплайну обучения именно я не могу. В плане, что как бы, ну, всегда там натуру, там, анатомию начинаешь рисовать. Ты всегда примерно по такой же схеме. Сначала 3D какую-нибудь делаешь. Потом на натуре смотришь, где там у каждого череп разный. Потом из головы рисуешь человека. А потом смотришь какой-нибудь character design reference на Pinterest. Какие-нибудь дизайны чужие смотришь там. Смотришь, как он голову рисует для разных мультиков, например, и так далее. Поэтому вот, такие дела.